Меня зовут Назарий Боярский, и я сегодня открываю нашу информационную встречу под названием «Ситуация с образованием и гражданским образованием на Донбассе». Сегодня у нас будут два основных докладчика нашей встречи. Юрий Петрушенко, профессор, заведующий кафедрой Сумского государственного университета, и Станислав Черногор к нам присоединяется, глава общественной организации фонд «Розвитку громады», город Громадос, Донецкая область, Украина. И сегодня будем говорить про Донбасс, хотя, наверное, можно было бы написать ДНР-ЛНР, Донецкая народная республика, но мы шире хотим сказать, потому что Донбасс, там есть территория, которую мы сейчас считаем оккупированная в Украине, я буду говорить со стороны гражданина Украины в данном случае. И есть территория приграничная Донбасса, которая сейчас на территории подконтрольной Украине, но это тоже Донбасс. То есть Донбасс, получается, половина ЛНР-ДНР, а половина, в общем-то, подконтрольная. То есть мы говорим шире о гражданском образовании и в приграничном территории. Вот Украина, вот Луганская, вот я мышку видно, Луганская, Донецкая область. И вот эта вот часть, куда входят и Донецк, и Луганск, как областные центры, это на сегодня Донецкая народная, ну, как непризнанная ДНР и ЛНР. И по данным управления статистики самой же этой ДНР, общая численность населения, ну, в прошлом году они делали перепись, было 2,3 миллиона человек в ДНР, из них 944 в Донецке, ну, почти полностью. И где-то 1,5 миллиона живет в ЛНР, таким образом. То есть в сумме мы получаем, что 2,3 и 1,5, ну, около 4 миллионов. Около 4 миллионов сегодня находятся в этой области. То есть 4 миллиона. А сколько же людей оттуда, соответственно, около 2 миллионов, если я не ошибаюсь, у нас-то внутренне перемещенные жители называются, которые переехали на территорию Украины, а часть еще уехала же в Россию тоже. Сначала я скажу несколько слов о высшем образовании. Почему? Потому что в целом разные уровни образования, они связаны между собой. Высшие учебные заведения, которые были на территории, уже не подконтрольно сегодня Луганской и Донецкой областей, ну, прежде всего, в Донецке и Луганске, были перемещены, перемещены на территорию подконтрольную. И в сумме это было 17 университетов. 10 из Донецкой области и 7 из Луганской. Это около 40 тысяч студентов, 3,5 тысячи преподавателей. Куда они были перемещены? Тут надо понять, что все эти университеты остались и там. То есть это не то, что они уехали, там закрылось. Нет. Все, что вот здесь написано, все эти университеты фактически, ну, может быть, наверное, без исключения, остались и в ДНР, и ЛНР. Ну, где-то там 40% преподавателей уехало, 60% осталось. Было время, когда преподаватели как-то умудрялись работать в обоих университетах. То есть фактически никто не признает дипломы ДНР и ЛНР. Ну, может, в России только. Поэтому все университеты, которые остались там, и преподаватели, которые остались там, они все имеют двойные дипломы с российскими университетами. То есть фактически как экстерном. То есть, например, заканчиваешь Донецкий национальный университет в Донецке, тот, который в Донецке, не тот, который в Виннице. И одновременно это равно там диплому какого-нибудь Орловского там или Пензенского университета. И этот уже диплом российский, он признается в мире, и он дает возможность тебе там, если это бакалаврский, поступить на магистратуру в Россию. То есть фактически все дипломы ЛНР, ДНР подкрепляются дипломами российских университетов. Ну, мы больше говорим сейчас о гражданском образовании, гражданском образовании на этих территориях. Тут ситуация следующая, что поскольку территория закрытая, мы не можем поехать туда, это только доходящая для нас информация. Или информация от тех, кто приезжает, или тех студентов, которые начали учиться там, к нам приехали. Или в прессе, даже прессу нельзя всю там починать, потому что большинство сайтов ЛНР, ДНР, они закрыты в Украине. Но то, что известно, по крайней мере. Это, ну, фактически очень начинает быть похоже, что российская система гражданского образования, она переходит на систему гражданского образования в ЛНР, ДНР. То есть курс истории Украины был переименован в курс истории отечества. Военно-патриотическое воспитание объявлено одним из приоритетов, если они главным приоритетом в системе образования. Ну, понятно, почему. Потому что, во-первых, там обязательный призов, и постоянно нужны новые солдаты, которые будут сражаться вот тут. Поэтому военно-патриотическое воспитание очень важно. По поводу интеллектуальной среды, потому что, в общем-то, есть интеллектуальная среда, которая тоже воспитывает то, то, о чем у нас говорят критическое мышление и прочие вещи. То есть это продвижение концепции русского мира. То есть и Проханов, Дугин и прочее. То есть много информации о том, что эти вещи там обсуждаются, внедряются в образовательные мероприятия и так далее. Что мы часть, в общем-то, славянского русского мира. Я обещал еще показать концепцию патриотического воспитания ДНР. Ну вот, ключевые понятия концепции. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам вплоть до самопожертвования. Ну то есть официальный документ. Задача патриотического воспитания. Привлечение традиционных религиозных конфессий для формирования у граждан потребности служения Родине, ее защиты как высшего духовного блага. То есть фактически вся эта концепция, она сводится к такому, ну, я думаю, что тут специалисты собрались, к такому военно-патриотическому воспитанию. Ну, мне больше всего то, что я изучал, конечно, российские образцы этого всего, они перекочевали сюда. Если говорить так широкими мазками про ситуацию, то фактически получается, что массового или даже просто локального гражданского образования фактически у нас нет. Да, проходят тренинги, да, проходят какие-то программы, но есть очень серьезная проблема в том, что эти все программы, эти все тренинги не учитывают реальные потребности тех людей, которые здесь проживают на территории. Перед проведением этих программ не проводятся локальные исследования целевых групп для того, чтобы людям доносить то, что им нужно или то, что им нужно на перспективу. В принципе, те донорские программы, там, ну, ряд программ, которые здесь проводят тренинг, они не нужны, не поняты, либо, например, от этого, ну, собственно говоря, организаторы тренингов, либо принимающие организации, они не могут повлиять. Как бы там ни было, как бы мы не хотели поразвивать урбанизм, как бы мы, например, не хотели проводить образование по, там, по просторовому розвитку того же города Краматорска, поэтому здесь, собственно говоря, невзирая на то, что после войны прошло 6 лет, но фактически у нас, к сожалению, ну, если так, глобально ничего не изменилось. Людям нужно все-таки думать и про хлеб насущный, потому что 6-7 лет тяжело быть волонтерами, все-таки надо искать работу, поэтому из нашего, из громадского сектора, из локальных организаций, люди тупо уходят работать в супермаркеты, уходят работать в коммерцию, ну, это вот, это серьезная проблема о том, что подготовленные люди из громадского сектора, те, которые могли бы нести пользу обществу, те, которые могли бы учить развивать тему образования, они не просто уходят, либо, как вариант, их перекупают, ну, скажу такое слово, по сути, мы их называем парашютисты, те, которые сюда приезжают, зарабатывают и отсюда уезжают, и поэтому все эти разговоры про миллионы долларов, которые здесь есть в громадском секторе и на данной точке, на самом деле нет. Есть понимание, что если мы работать не будем, то, к сожалению, здесь все умрет. То, что происходит на той территории, на оккупированной, к сожалению, я ничего не могу сказать достоверного. Почему? Ну, вернее, как не могу сказать? Могу сказать немножко то, что я знаю, но я больше знаю по гуманитарной сфере, например, это международные организации, которые работают, и местные организации, которые еще там работали до войны. По сути, те организации, которые работали до войны, которые оказывали там какую-то гуманитарную помощь, которые работали с детьми, фактически они изгоняются из оккупированной территории, закрываются их аккредитации, их руководители там, ну, работают чуть ли не подпольно, либо они вынуждены уезжать. В открытом доступе здесь нет пропаганды, ну, там, вот, российской или там, ну, там, ДНРовской, но при этом в том же Фейсбуке существуют группы откровенно антиукраинские, в которых местные администраторы, местные жители, по сути, продолжают заниматься, ну, глумежом над нашим государством. Это есть. Что касается, ну, публичных, громких средств массовой информации. Несколько лет назад Татьяна Попова, она была замминистра информации, пыталась заниматься развитием УКВ радиостанции, в том числе вставили радиостанцию в Авдеевке, но именно местная военно-гражданская администрация, глава Малыхин, распоряжался не подключать на эту радиостанцию электроэнергию. Точно так же, как что касается телевидения. В Краматорске обещали поставить после разрушенной телевышки на Корочуне, ну, например, за сам принцип, там, вышку высотой 120 метров, которая бы добивала, добивала до Донецка, но фактически ее поставили там 95. То есть, и это все связано как раз с преступным бездействием представителей, там, обладминистрации, либо государственных органов, которые должны отвечать за национальную информацию, ну, за информационную политику здесь, на наших территориях.